Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас заказ Фаберлик по 16 каталогу. Заказ на 100 баллов. Заказ огромный. Вот такие вот две коробки. Сейчас будем с вами все потихоньку распаковывать, рассматривать. Много новинок. Оставайтесь со мной до конца. Давайте начнем с маленькой коробки. У нас, как всегда, все приходит в коробках. Все запечатано. Без нас никто ничего не вскрывает. Так. Что мы видим здесь? Все как бы вот так вот достойненько, нормальненько. Все отлично. Заказ на 100 баллов. Почему? Потому что хочу участвовать в программе от Фаберлик New Level. А там 100 балльники только и. Давно, в принципе, пора выходить на вип-консультанта. Что же я хуже других? Некоторых новинок, некоторых позиций, к сожалению, не было. Хотела и новый комплект кибелишка заказать, и палетку помад. Да? Ну, нету. Недоступная. Ну, ладно. Что ж поделать? Так. У меня огромное количество салфеток. Опять в заказ детских. Да? Из линейки Фаберлик Бэби. Артикул 1798. Здесь 50 штук. Они меня полностью устраивают. Во всех смыслах. Они просто потрясающие. И сейчас хорошая цена была. При покупке двух позиций серии Фаберлик Бэби срабатывали желтые ценьки. Салфетки крутые, девчонки. У меня их, по-моему, 7 штук, если я не ошибаюсь. Я, как всегда, делаю заказы выгодные. Почему взяла не парное количество? Да? Потому что, чтобы одна была с высоким баллом. Когда товар акционный, он, как правило, с низким баллом. Да? Чтобы набрать 100 баллов, приходится что-то корректировать. Что-то брать не по акции, скажем так. Так. Дальше поехали. Сразу новиночка. Игрушка меньше, чем в предыдущие годы, хочу сказать сразу, потому что мы каждый год покупаем тематическую игрушку к Новому году. Это тигрик. Так. Это тигрик. Артикул 910. 279. 100% полиэстер. Размер 18 на 10. Изготовлено в Китае. Ну, это как всегда, да? Давайте вскрывать, смотри. Вот такой вот. Я думала, кстати, будет побольше. В том году больше были. Мышка была такая высокая. Так, бычок где-то у нас тоже был. Он такой был большой. Тигрик маленький. Совсем. Вот ладонь. С ладонь, грубо говоря, у нас, да? С ладошку. Мягенький. Обычная мягкая игрушка. Такой немножко помялся при транспортировке. Вот. Такой вот тигрик с хвостиком, который завивается, да? Здесь у нас Lovely Moments написано. Но так ничего. Глазки вышиты. Все остальное как бы из ткани. Ничего, такая игрушечка. Нормальная. Поиграться, как символ года. Поставить потом под елочку. Стоит хорошо, в принципе. Да? Вот такой. Ничего, девчонки. Так, поехали дальше. В отдельном пакетике у меня здесь порошок. Взяла в запас. Тоже цена хорошая. Но я, по-моему, брала опять один. Чтобы акция не сработала. Чтобы был полный балл. Это альпийские луга. Я все время беру альпийские луга, либо горную свежесть. Артикул у нас с вами 322. Сделана в Германии. Здесь 800 грамм. После обновления порошки стали крутыми, классными. Отстирывают хорошо. Никаких нареканий у меня к ним нет. Они гипоаллергенные. Подходят астматикам. Я стираю крестюшки одеждами. Поэтому вообще никаких проблем. Так. Дальше. Из линейки Фаберлик Бэби детский крем для мамы и малыша с депантенолом. В прошлый раз взяла. Мы как-то его быстро израсходовали. Осталось совсем чуть-чуть. Потому что с Ксюшей тоже вместе с этим кремом делаем друг другу массаж. Крем обалденный. Используем всей семьей. А 16-45 его артикул. Он очень легенький. Он быстро впитывается. Он дарит увлажнение, комфорт. Снимает раздражение, сухость, покраснение. Поэтому этот крем у нас теперь на постоянной основе. Из тех детских кремов, что я пробовала, этот самый лучший. Все равно. Так. Взяли два бурлящих шарика. Вот таких вот новеньких. Первый у нас с вами бурлящий шар для ванны. Лимонный бум. Лава Лимонс. Вот как он выглядит. Здесь такие вкрапления какие-то есть. Как будто фисташки. Знаете? Давайте понюхаем с вами аромат. Так. Где? Где? Где мой нож? Нашла. Ну, лимонного бума я никакого здесь абсолютно не чувствую. Это ваниль. Лимонный бум – это чистая ваниль. Может быть, когда он в ванной и раскроется. Сейчас еще здесь две оказывается упаковки. Сейчас, девчонки. Надрезала. Это чистая ваниль. Абсолютно никакого лимона. Ваниль, прям ваниль. Похож на ароматизаторы для машины ваниль. Прямо вот ванилька, девчонки. Вот чистая ванилька. Никакого лимона абсолютно. Имейте в виду. Так. И второй у нас с вами шарик. Это сочный мандарин. Я вам не сказала артикул. Есть он здесь. Так. Лимонный бум, который ваниль. Это 27-34. Сочный мандарин 27-35. Сейчас вскроем его. Попробуем. Не знаю, почему девчонки лимонный бум. Любит Фаберлик иногда начудить с зимней коллекцией. Но давно такого не было. В прошлые годы как-то тот год нормальный. Или для душа такие, вот как заявлено, так и приходили. Да, это сочный мандарин. Это сочный мандарин с отголосками лайма. Девчонки, эти что-то напутали, мне кажется. Ну, мандаринчик, но больше лайм. Вот честно, ей-богу. Лимонные корки для меня. У меня с обонянием вроде уже все нормально. Гормональный фон восстановился. Лайм. Сочный мандарин это лайм для меня. Не знаю, не знаю, как так у них вышло. Так, поехали дальше. Что у нас тут с вами? О-о-о. Что я вижу? Как-то все вот раскидали. Не в попад. Даже неудобно показывать. Так, взяла из новинки серии Аромио. Вот такое вот маслице. Вот в такой коробочке оно приходит. Коробочка очень тактильно приятная, рифленая такая. Здесь написано, как его нарисовано использовать. Это лимон, мятоперечный, черный перец. Это у нас антистресс. Вот тут наклеечка антистресс. Заклеена by Faberlic. Специально для Faberlic написано. Вот тут наклеечка. Срок годности. А, дата изготовления 9-е, 2021-е. Так. Артипл, девчонки. 1, 2, 9, 6. Вскрываем. Внутри коробочки вот такой пустой отсек. Само маслица. Инструкция, наверное, по применению, я так подозреваю. И перечень, наверное, тех продуктов, которые есть. Инструкция по применению. Да, как аромамассаж, аромаванна, аромадиффузор. Да, состав. И вот тут все подробненько написано. Большая такая инструкция на русском и на английском. И, по-моему, Казахстан язык. Если я не ошибаюсь. Три языка в инструкции. Вот так выглядит само маслице. Сверху здесь наклеечка. Такая вот эта наклеечка. Арома, байф и берлик. Анти, аромио, антистресс. Все. 5 мл. В аптеке масла, мне кажется, побольше даже флакончики, побюджетнее. Но мы с вами не можем не обозрить новиночки, да. Вот тут вот у нас все запаяно, запечатано вместе с колечком. И мы это должны с вами свернуть, да, и вот так открыть. Дозатор. Мяту, перечню, чувствую. Что тут еще у нас лимон, чувствую, да. Потом он ярко выражен. Черный перец? Не чувствую. Прям мята, мята с лимончиком. Я капну. Блин, на одежду боюсь не стирается. Куда капнуть? На саму коробочку капну. Маслице такое желтенькое. Видно вам? Белый цвет бликует. В общем, она желтая. Ну, да, так же, как и с флакона. У меня день и ночь сейчас пашет увлажнитель воздуха, и есть там отсек, куда можно заливать масло. Вот это масло будем мы туда заливать. Объем, конечно, маленький для такой цены, и это очень убюджетно. Вы посмотрите, цены на аптеку.ру хотя бы сравните цены с аптечной. Там подобные продукты стоят гораздо дешевле. Я взяла чисто вот потестировать. Больше я этот продукт именно Фаберлик брать не буду, потому что не бюджетный. Лопаточка. В прошлый раз мне очень понравилась лопатка, и вы, девчонки, действительно были правы. За это вам огромное спасибо. Действительно, вот эти лопатки Фаберлик, они обалденного качества. В этот раз я взяла маленькую лопатку коричневую, силикон нейлон, 27 на 5 на 2, артикул 910 043. Наверное, тоже буду, как и вы, собирать всю коллекцию, потому что мне действительно понравилось. Качественно быть сосед. Вот так она выглядит. Она здесь такая утолщенная немножко, а потом сужается, да? Здесь такой острый носик. Мне кажется, ей тоже будет удобно переворачивать, мешать. Они такие тяжелые, у них тяжелая ручка. Фаберлик хоум. И классно, что еще они литые, потому что вот такие вещи, они быстро как-то на кухне засаливаются, пачкаются. И если они не литые, да, и есть какие-то здесь промежутки, ручка отдельно, то есть лопатка отдельно, туда забивается грязь, жир, потому что мы готовим, это не очень удобно. Поэтому я все-таки, да, я с вами полностью согласна, что лопатки крутые, они очень добротные, уверенно прослужат очень долго. Рекомендую, кто не брал, тоже взять хотя бы одну на пробу. Так, дальше у нас с вами обновленные влажные салфетки для удаления пятен. Я брала старую версию, вы знаете, мне нравится. Артикул 305-52. Действительно, если какое-то пятно посадили и быстренько затереть, оно исчезает, поэтому я довольна. Я довольна, и вот такая пачка, по акции стоит нормально. Можно взять вот так вот на экстренные какие-то случаи. Если такое пятно, что можно постирать, то мы их не используем, да. Так, дальше, девчонки. Я взяла набор инкогнит, но мне его раскидали по разным коробкам, взяла на подарок свекрови на Новый год. Это парфюм в объеме 30 миллилитров, стоил очень бюджетненько, распечатывать не буду, знаю, что аромат классный, она его любит и пользуется им уже очень много лет. 300, ой, 30-20 артикул. В общем, 3020, да, грубо говоря. По-моему, 333 рубля по скидке, вот объем 30 миллилитров стоит. И туда же ей взяла гель для душа, да, гель для душа по акции, они, по-моему, в этом каталоге у нас с вами тоже, но он уже другой коробки, потом покажу. Инкогнита, девчонки, это такой интересный аромат, один из достойнейших ароматов Фоберли. Вот если вы что-то не пробовали, возьмите себе малышку на пробу, или когда вот цена на объем 30 миллилитров бюджетная, тоже можно взять попробовать, потому что цена на самом деле смешная. Аромат достаточно стойкий, интересный, ярко выраженный, шлейфовый, я бы сказала 30+. Хотя девочки мне писали, что носит F20, но это дело вкуса, да. Он очень интересный, мне нравится, хотя мне мало какие ароматы Фоберли нравятся, да. Потом взяла себе вот такой вот карандашик, хотя он без акции, но уже надо было, потому что мой кончается, а без него прям труба. Ну не то, что труба, но я очень люблю им обрабатывать кутикулу, она сразу смягчается, убираются все шелушения, сухость кутикулы, то есть и ручки становятся ухоженные, идеальные. Артикул 77-55, я пока его вскрывать не буду, потому что добиваю старый, а старый я вам сейчас покажу. Хоп, такая исчезла. Вот он он. Это уже третий мой карандаш, и это действительно крутая вещь. Вот так он выглядит, здесь такая кисточка скошенная, да, и мы проходимся с вами по кутикуле. Это очень удобно, причем первый у меня кончился быстро, вот этот уже несколько месяцев использований, но еще пока нормально. Еще пока нормально, вот видите, она влажненькая, такая сразу тут как маслица, она очень быстро впитывается, и кутикула выглядит красиво, ухоженно, поэтому рекомендую. Ну вот последний у меня долгоиграющий. Девчонки хотя жаловались, что им приходят сухие. Так, дальше, что взяла себе? Взяла себе энерджи-бум, потому что энергии не хватает. Осень, темно, просыпаешься уже, хмуро и так далее. Спишь мало, потому что Крестюшка ночью еще ест один-два раза, сон все время прерывается, и поэтому, естественно, не высыпаешься, да. И читала отзывы, девочки, многие хвалят очень этот БАД, говорят, что прямо на первый и на второй день уже как-то сил становится больше, энергии больше и так далее. А я человек такой энергичный, я валяться не люблю, грубо говоря, и люблю что-то делать, но на это нужно много сил. Артикул 157-27. Вот так приходит БАД запечатанный. Вскрываем. А, и здесь такие таблеточки, думала в драже будет. Вот обычные такие серенькие круглые таблеточки. Там, по-моему, гуарана у нас и кофеин в составе, если я не ошибаюсь. То есть это, грубо говоря, такой энергетик, да. Состав микрокристаллической целлюлоза, кофеин, экстракт плодов гуарана, кальциостериат и кремний диоксид. Ну, вот такой вот БАД. Три порции в день написано, запиваясь стаканом воды. Но я думаю, вот этот продукт лучше до обеда принимать, потому что потом можно не уснуть вечером, да. По три штучки, а здесь их у нас 60, то есть хватит на 20 дней. Ну, вот на период каталога попробую, посмотрю, вам потом обязательно расскажу. Дальше из новинок взяла вот такой вот девчонки красивущий лак. Посмотрела Катюшу Матис, она там тоже ходит с покрытием гель-лака. И сказала, что вот все равно берет лаки Фоберлик, чтобы вот иногда, когда хочется настроения, вот у меня, допустим, такой он бледненький, а тут я такая БАД, захотела что-то изменить и нанесла его. И красивенько, да, для разнообразия. А потом также стерла сверху с гель-лакой и все, никаких проблем. Этот лак у нас с вами в артикуле 7870, и он красивый. Он розовый, с большими крупными золотыми блесками и с мелкими розовыми. Нет, он прозрачный. И там мелкие розовые блески, я вам все обязательно покажу поближе. Мелкие розовые блески и крупные желтые круглые. Смотрится красиво. Мне понравилось именно вот это сочетание, больше я никакой из лаков Фоберлик не заценила. Так, дальше что у нас здесь с вами. Дальше у нас продукт 1 биосист затесался. Взяла несколько продуктов биосист, и, честно, желания их брать совершенно нет. Нет от слова совсем, потому что гадость. Гадость редкостная по очень завышенным ценам. Уход и декоративку вообще нет желания брать, и, скорее всего, я ее брать не буду, потому что, девчонки, это выброшенные деньги на ветер. Просто. Я смотрела обзоры, и мои девочки, кто покупал на затес, ну, у всех разочарование. Ну, зачем нам это надо? Не понимаю, зачем это надо вообще. Фоберлик продукция провальная. Не знаю, как они продержались столько времени. Ну, с Фоберлик вообще не сравнить, девчонки. Ну, если бы был хоть более-менее адекватный продукт, ну, я бы так и сказала, вы меня знаете, я говорю честно. Зубную пасту детскую взяла. Вот такая она. Причем здесь даже не написано, 0 плюс или сколько плюс. Даже такой пометки нет. Я не буду, конечно, всю инструкцию читать. Артикул 51-12. Детская зубная паста. 50 мл. Два раза в день. Та-та-та-та-та-та-та. Покажу вам поближе состав. Скрытая 6 месяцев. Нет, я пометки на возраст здесь не вижу. Очень странно. Так нельзя делать. Она у нас просто, наверное, фольгой запечатана, я так думаю. Да, фольгой, зафольгирована. И что она из себя представляет? А вот такая, вот где она? Пусто, девчонки, во флаконе пусто. Кремового цвета, такая не совсем белая. Давайте попробуем. Типа баблгам на вкус. Смотрите, сколько сдавило. Только она вышла. Да, типа баблгам. Мяты здесь нет. У кого детки не любят мятные пасты, можно вот этот вариант рассмотреть. Здесь какие-то мыши нарисованы. 97,4 натуральных продуктов. Но нет парабинов, нет силиконов. Какие силиконы могут быть в зубной пасте? Чудеса. Будем пробовать. Ладно. Поехали дальше. Так, что у нас здесь с вами? Во Фаберлик Лайк, девчонки. Что я взяла? Все, коробка кончилась маленькая. Во Фаберлик Лайк я взяла вот такую палеточку. Давно на нее смотрю. И мне вот сочетание оттенков больше всего нравится именно в ней. Она 600... Каталог Панаке. Пошкин, вот какие каталоги тяжелые. Фаберлик стали. Так, артикул, артикул... 44... Вижу одно, говорю другое. 64, 33 артикул. И сейчас посмотрим, как она выглядит. 600 рублей, наверное, да, она вышла по Фаберлик Лайк. Мне кажется, ее надолго хватит. Здесь такая рифленая наклеечка, наверное, сверху, да. Так она черная, глянцевая упаковочка вот такая. Достаточно большая. Давно я ее хотела, девчонки. Давно все жаба душила. Тут по Фаберлик Лайк вполне себе. Румяна с шиммером. Бронзер с шиммером. Это как пудра у нас с вами без шиммера. И скульптор без шиммера. Слава богу, я буду теперь нормально скульптурироваться. Ну и, естественно, хайлайтер с шиммером. Я думаю, хайлайтер, румяна и контуринг, они в таком же оттенке, как в любимой моей палетке, которая была до перевыпуска, где три оттенка, да, круглых в линейке Glam Team. Сейчас они у нас в двух цветах. И вот который был яркий, с коралловым подтоном румяшки. Вот это то. Я вам все засвучу, все покажу. Вот она, палеточка. Красивые оттенки, ходовые. Румяшки я такие люблю, освежающие. С вотчим. Скульптор. Что скульптор бледноват. Я люблю потемнее. Румяшки. Красивые. Правда, плохо опять, что с блесками. Бронзер. Хайлайтер. Хайлайтер вообще красота. Такие вот оттеночки. Ну и теперь большая коробка. Ой, тут прям я даже вам не покажу. Так все хорошо упаковано. Упаковано. Потихонечку. Такой вот огромный счет фактура. Я за заказ на 100 баллов заплатила 10 565. Кому интересно как бы. Так, и что у нас здесь? Новиночки, девчонки. Наклеечки для ногтей. Вот такие вот красивенькие, миленькие. Покажу вам поближе. Тоже можно сделать такой дизайн. Новогодний, прям на эти ноготочки, да? И ходить. Красота вообще. Ну, Ксюша, я думаю, понравится. Взяла вот таких вот две. Первая у нас с вами здесь такие лица, глазики, губочки, сердца. 78,66 артикул. Вот этой. А вторая у нас с вами новогодняя тематическая. Тигреки, осенненькие такие и сердца. Ее артикул 78,68. Вот как она выглядит. Здорово, слушайте. Ничего, так симпатичненько. Так, дальше здесь оставшиеся салфетки. Куча, куча, куча. Извлекаем их сразу. Все, мы от них избавились. Так, и дальше взяла краску. Посмотрим, будет ли у меня она зеленого цвета после хны на волосах. Очень интересно, потому что некоторые из вас писали, что это бред, а некоторые писали, что были зелеными. Новый оттеночек, пьяная корица. Я думаю, вам тоже будет интересно. Ну, конечно, она ляжет на хну, не знаю как, на самом деле. Это оттенок 7,3, то есть это не сильно темный, должен быть ненасыщенный цвет, хотя 7,1 выходит в темный, но потом смывается. Артикул 180,16, взяла две штуки на свои волосы. Почему краска? Потому что все-таки хна, она хоть и закрашивает седину на какое-то время, но корни, тем не менее, выглядят темнее, и седина все равно потом видна. Поэтому все-таки закрашивать хотя бы корни нужно краской. Решила попробовать вот этот оттенок, посмотрю, а в промежутках между покрасками пока как бы терпимо, да, потому что корни достаточно большие уже. Буду пользоваться хной, посмотрим. Ну, если зеленый, опять же, не получусь, да, будем с вами в следующем видео краситься обязательно. Так, что у нас здесь еще интересного? Конечно, взяла две пачки ежедневных, вот таких. Почему ежедневных? Так, я брала обычные. Я что, ежедневные прокладки бросила? Не, девчонки, серьезно, я брала обычные. Давайте проверим с вами по счету фактуре, потому что на них была скидка на ежедневный, была в прошлом каталоге. Так, кофе, ежедневные, ежедневные все в фактуре. Ну, да ладно, они все классные, все крутые, все с синеновым чипом, с ними меньше болит живот. Мы с вами это уже проверили на себе. Здесь в упаковочке 20 штук, артикул 112,88. Сейчас покажу вам, как они выглядят. Пользуюсь прокладкой фибридой, смотрите, какой замок удобный. Такой чипок, он клейкий. Открыли, пока же доставать не очень приходится выковыривать, но удобненький. Такая маленькая упаковочка, даже в самую маленькую сумочку залезет легко. Так, открываем. Открываем, разрываем, я бы сказала даже. И вот так они выглядят. Тоненькие, тонюсенькие совсем, маленькие, удобненькие. Все как бы в этом плане здорово. Так, погнали дальше. Что у нас еще интересного? А, девчонка взяла себе комплектик трусиков новогодних. Смотрите, какая упаковка на подарок. Девчонкам своим подружкам на подарок. Смотрите, Happy New Year. Класс. Красивая такая презентабельная упаковочка. Так, и сзади новогодний набор женский. Три штучки. Артикул 510,113. У меня в размере XXL, по-моему, я брала. Пока почему-то на пачке размер не написан. Вскрываем. Очень интересно. А, о, как вскрывается. Даже рвать упаковку не надо. Видите, как здорово. Упаковочка остается у нас с вами целенькая. Вот сзади как она выглядит. Просто синяя и информация. И взяла вот такие вот красненькие. Смотрите, какая прелесть. Happy New Year. Трусики Фаберлик очень хорошие. Что детские, что взрослые. Прям вообще замечательно. Мне очень нравится. Детские носятся изумительно уже не знаю сколько. Ой, прям большие, слушайте. Это прям вот дома рассекать. Вот размер XXL. Это на мой 52 размер прям хорошо, комфортно будет. Вообще не в обтяг. Вот такие трусики с бантиком. О, ластовица, вот скажу тоже. Вот эта вот штука наклеена, в общем. Этикеточка по уходу. Сзади Фаберлик New Year Woman. Вон и размер как раз вот он XXL. Единственное, вот тут нитки прям торчат. Надо отрезать. Я видела только что сбоку. Прям их много. Видите? Хорошенькие. Ничего, такие хорошенькие. Красивые. Так, другие. Вот такие вот с таким принтом. Миленькие. И эти, а просто красненькие. Спереди у нас с вами Happy New Year. Обработаны они очень хорошо. Вверху такая текстильная тонкая резиночка. Они тянутся вообще, мне кажется, вот XXL, девчонки, на 58-й размер смело налезут даже больше. Может даже на 60-й. Но они не сильно высокие, правда, будут, если животик есть. Так, и что хотела показать? А, такая же резинка, она по всему периметру текстильной трусиков. Видите? Она будет очень комфортной. Прям хлопок-хлопок приятный. Трусики отпад вообще супер, девчонки. А рады невозможно. Так, ну что, девчонки, у нас заказ получился с вами очень большой. Давайте я ролик разобью на два. Сегодня выйдет первый, и завтра постараюсь побыстрее отредактировать второй. Потому что даже видео, которое по времени очень длинное, его редактировать будет очень долго, загружать на YouTube и так далее. Я сегодня никак не успею. Поэтому давайте сегодня первая часть, а завтра вторую. Субтитры сделал DimaTorzok